Зимовье на студеной А у него уже несколько дней Болели и спина, и ноги Спать он тоже не хотел А лежал так, чтоб провести время Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапание в дверь Это просился Музгарка Небольшая, пестрая, вагульская собака Жившая в этой избушке уже лет десять Я вот тебе задам, Музгарка Заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой Ты у меня поцарапайся Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой И вдруг взвыла протяжно и жалобно Ах, чтоб тебя волки съели Обругался старик, поднимаясь с лавки Он в темноте подошел к двери Отворил ее И все понял Отчего у него болела спина И отчего завыла собака Все, что можно было рассмотреть В притворенную дверь Было покрыто снегом Да, он ясно теперь видел Как в воздухе кружилась Живая сетка из мягких пушистых снежинок В избе было темно А от снега все видно И зубчатую стену, стоявшую за рекой леса И надувшуюся, почерневшуюся реку И каменистый мыс, выдававшийся в реку Круглым уступом Умная собака сидела перед раскрытой дверью И такими умными, говорящими глазами Смотрела на хозяина Ну что значит, конец Ответил ей старик На немой вопрос собачьих глаз Ничего, брат, не поделаешь Шабаш Собака вильнула хвостом И тихо взвизгнула Тем ласковым визгом Которым встречала одного хозяина Ну шабаш Ну что поделаешь, мусгарка Прокатилась наша краснолетечка А теперь заляжем в берлоге На эти слова последовал легкий прыжок И мусгарка очутился в избушке Раньше хозяина Не любишь зиму Разговаривал старик с собакой Растопляя старую печь Не нравится Колебавшееся в челе печки пламя Осветила лавочку На которой спал старик И целый угол избушки Из темноты выступали закопченные бревна Покрытые кое-где плесенью развешанные в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик, сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив. Пока старик растоплял печь, уже расцвело. Серое зимнее утро занялось таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие наары, устроенные с тяжелых деревьевных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырьком, едва пропускало свет. Музгарка сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпению бывает конец, и Музгарка опять слабо взвизгнул. «Сейчас, не торопись!» – ответил ему старик, продвигая к огню чугунный котелок с водой. «Успеешь!» – Музгарка лег и, положив остромордую голову на передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь. «Тот-то вот у меня поясница третий день болит!» – объяснял старик собаке на ходу. «Оно и вышло, что к ненастью. Вон она как снежок подваливает!» За одну ночь все кругом совсем изменилось. Лес казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный. А пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю. Старик оглянулся назад на свою избушку. За ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось в верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая, показалось теперь старику, эта избушка точно за ночь вросла в землю. К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарка первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс и слабо взвизгнул. «Чему обрадовался с позаранку?» окликнул его старик. «Погоди! Может и нет ничего!» Собака знала, что есть, и опять взвизгнула. Она видела затонувшие поплавки, закинутые в омоти снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действительно огрузла самой серединой, и когда лодка подошла, деревянные поплавки повело вниз. «Есть, музгарка!» Снасть состояла из брошенной поперек реки Бичевы с поводками из тонких шнурков и волосяной лесы. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая. Два больших стега, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарка сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой. «Любишь стерлядку?» дразнил его старик, показывая рыбу. «А ловить не умеешь?» «Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк. В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать. Вся наша будет. Лучить уже поедем. Ну, а теперь айда домой. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим». Старик запасал рыбу с самой весны. Часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму, вроде колодца. Эта последняя служила кормом музгарки. Свежая рыба не переводилась у него целый год. Только не хватало у него соли, чтобы ее солить. Да и хлеба не всегда доставала, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы. «Скоро босс придет», объяснял старик собаке, «привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху. Вот только избушка наша совсем развалилась, музгарка». Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя то и другое, чтобы лучше ухраниться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом бревно подгнило, в третьем угол совсем осел. Того, гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному все равно ничего не поделать. «Как-нибудь, может, перебью зиму», думал старик вслух, постукивая топором в стену. «А вот обоз придет, так тогда...» Выпавший снег, все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарка отлично понимал и каждое слово хозяина, и при этом одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, «вот, мол, оттуда придет обоз-то, из-за мыса». К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер! Даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, оттуда весной летит всякая птица. Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил. И вот где привел Бог кончать век. Умрет, некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна от рада оставалась собака. и любил. И любил же старик гораздо больше ее, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарка жертвовал своей собачью жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость. А ведь стар ты стал, Музгарка, говорил старик, глядя собаку по спине. Вон, и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть. Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки, пора, видно, нам с тобой и помирать. Собака была согласна и помирать. Она только теснее прижимала всем телом к хозяину и жалобно моргала, а он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, с зеленой стеной уходившей на сотни верст туда, к студеному морю, на чуть брежевшие горы в верховьях студеной. Смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой. Вот о чем думал старик. Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, листистое, хлеб не родился, и мужики промышляли, кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском крае, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону, на солеваренные промыслы в Усолье, на плодбище по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме. Старик тогда был совсем молодым, и звали его по деревне Елеской шишмарем. Вся семья была шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще мальчиком прошел всю колву. Били они рябчика, и белку, и куницу, оленя, и медведя, что попадет. Из дома уходили недели на две, на три, потом Елеска вырос, женился, и зажил своим домом в Чалпане, а сам по-прежнему промышлял охотой. Стал потихоньку у Елески подрастать своя семья. Два мальчика и девочка, славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет, но Богу было угодно другое. В холерный год семья Елески вымерла. Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он с семейным человеком, а вернулся бабылем. Тогда половину народу в Чалпане вымерло. Холера прошла на кол в Ускамы, куда уходили на сплавы чулпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей как траву. Долго горевал Елеска, но второй раз не женился. Поздно было вторую семью заводить, так и остался бабылем, и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя поглядел и уж вперед рассчитал, что в чердыне за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом, но на этот раз сплоховал. Поскользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Расцверепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо сдвинул ударом лапы на сторону. Гедва приполз Елеской из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода, остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал Сахатова на лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими охотниками. Одним словом, пришла беда неминучая. В своей деревне делать Елески было нечего. Кормиться мирским подаянием не хотел и отправился он в город Чердынь к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елески богатые купцы и нашли. «Бывал на Волоке с колпы на Печору?» спрашивали его промышленники. «Там на реке Студеной зимовье. Так вот тебе быть там сторожем. Вся работа только зимой. Встретить да проводить обозы. А там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать и одежду и припас всякий для охоты. Поблизости от зимовья промышлять можешь». «Далеконько ваше степенство», замялся Елеска. «Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пройдешь. Уж это твое дело. Выбирай из любых дома голодать или на зимовье барином жить». Подумал Елеска и согласился. А купцы высылали ему харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовке. Так он и жил в лесу год за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час и некому будет его похоронить. До обоза пока реки еще не стали старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у стариков рябчика с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на студенной рябчики долетали до Парижа, их скупали купцы в Чердыне, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лету замечал все рябины и выводки, где они высаживались, паслись и кормились, а когда выводки поспевали, он знал сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас, порох и дробь. Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза и боялся только одного, как бы не ударила ростепель. Редко склучалась такая ростепель на студеной, но могла и быть. Ну, теперь мы с тобой на припас добыли, объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком. А пока обоз ходит с хлебом на печору, мы и харч себе обработаем. Главное соли добыть побольше, если бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой чердыни. О соли старик постоянно говорил. Ах, как бы соль была, не житье, а рай. Теперь рыбу ловил только для себя, остальную сушил. Какая цена такой сушеной рыбы? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запасать ее приходилось бы пудов по двадцати. Где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду? Особенно жалел старик, когда летним делом в Петровке убивал оленя. Свежее мясо портится скоро, два дня поесть оленины, а потом бросай. Сушеная оленина, как дерево, стала истуденая. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полоньями, это ключи из земли бьют. Запасал старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало, того и гляди, что подвалит обоз. Скоро, мусгарка, харч нам придет. Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, самоеды и вагулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек хлебный и не может по- ихнему. Абос пришел совсем неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрепели вазы и послышался крик. Эй, дедушка, жив ли ты? Прямой гостей давно не виделись. Старика больше всего поразило то, что мусгарка прокараулил дорогих жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда бёс ещё был версты за две, а нынче не слыхал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса. Мусгарка, да ты в умели, удивлялся старик, проспал обоз. Ах, нехорошо. Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась. Она сама чувствовала себя виноватой. Эх, стар ты стал, нюх потерял, заметил с грустью старик. И слышишь плохо на левое ухо. Обоз состоял вазов из пятидесяти. На Печору чердынские купцы отправляли на поперепутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть. Оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других. Шла дорогая поморская семга. Обоз должен был сломать трудную путину в две недели, и имщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад. Тогда уж и спать почти не приходилось, а дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани не кованые, а по речкам везде наледи да промойны. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать как нигде, вывозить вазы в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские имщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на печору горькая нужда. В зимовье на студеной обоз делал передышку. Вместо двухчасовой кормежки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и имщики, пустив лошадей к корму, звалили спать на деревянных нарах имщичьим мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший на печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал. И не страшно тебе в лесу, дедушка? А че бояться? Христос с нами, привычное наше дело, в лесу выросли. Да так же не бояться, один в лесу. А у меня песик есть. Вот вдвоем и коротаем время, по зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости, чует, и дошлая сама поднимает волков, они бросятся за ней, а я их из ружья. Умнейшая собака, только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься. Откуда же ты такую добыл, дедушка? Давно это было, почитай годов с десять, вот по зиме это перед Рождеством выслеживал я в горах лосей. Была у меня собачка, еще скол вы привел, но ничего, правильный песик, и звери брал, и птицу искал, и белку, все как следует, только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот мусгарка прямо как выскочит на меня, даже испугал. Не а забычай такое-то у нас промысловых собак, чтобы к незнакомому человеку ластиться, как хозяину, а это так прямо ко мне и бросилось, вижу, что дело как будто неладно, а он так смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет, все дальше, дальше, и что бы ты думал, братец ты мой ведь привел. В лаговине это к вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар. Подхожу, в шалашике богул лежит, болен значит, и от своей артели отстал, пряменько сказать, помирал человек. На охоте его ухватило немощь, другим-то не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва языком ворочает, больше все руками объяснял, вот он меня и благословил этим песиком. При мне и помер сердяга. Я его закопал в снегу, заволох хворостом, да бревном придавил сверху, чтобы волки не съели. А мусгарка значит, мне достался. Это по речке я его назвал, где вагул помирал. Мусгаркой звать речку. Ну, я и собаку также назвал. И умный песик по лесу идет, так после него хоть метлой подметай, ничего не найдешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, что о нем говорят? Все понимает. Зачем же он под лавкой лежит? А устудился, потому что обоз прокараулил, стар стал, два раза меня от медведя ухранял. Медведь то на меня, а он его и остановил, прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был. А как один меня починил, ну, я из ружья норовью его свалить. Тоже его надо умеюч взять, смышлястый зверь. Ну, а зимой то, поди, скучно в избушке сидеть. Привычное дело, вот только праздники когда, так скучновато, добрые люди в храме божьем, а у меня волки обедню созывают, ну, я тогда свечку затеплю перед образом и сам службу пою, со слезами тоже молюсь. Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Гелеско обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу. У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит, туча постуденной точно ее насыпана. Всякого сословия птица и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары. Выйдешь на заре, так стон стоит на студенной, и нет лучше твари, как перелетная птица. Самая божья тварь большие тысячи верст летит, тоже устанет, затащает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек, и сейчас гнездо налаживать. А я хожу и смотрю, мне бог гостей прислал. И как наговаривают, слушай, слушаешь, им да слеза проймет, любезная тварь, перелетная птица, я ее не трогаю, потому трудница перед Господом, а когда гнезда она строит, это ли не божеское произведение, человеку так не построить, и потом матки с выводками на студеную выплывут, красота, радость, плавают, полощутся, гогочут, неотчерпаемо здесь перелетные птицы, праздником все летечко прокатится, а к осени начнет птица грудиться стайками, пора опять в дорогу, и собираются как люди, лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, и потом и поднялись, ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит, а если такие, которые остаются, здоровьем слабо выйдет, или поздношки выведутся, жаль на них глядеть, кричат бедные, когда мимо них стая за стаей летит, на студеной все околачиваются, плавают, плавают, пока за береги настынут, потом в полыньях кружатся, ну, этих я уж из жалости пришибу, что ей мается, все равно погибнет, лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют, всякой твари свое произволение, свой предел, одно только у меня не хватает родной человек, который год прошу ямщиков, чтоб петушка мне привезли, зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе, следующий раз я тебе привезу самого горластого дедушка, как дьякон будет орать, ах, родной, что-то уважил бы старика, втроем мы вот как зажили бы, а, скучно, когда по зимам мертвая тишь станет, а тут бы петушок глядишь и взвеселил, тоже не простая тваринка петушок-то, другой такой нет, чтоб часы сказывала, на потребу человеку петушок сотворен, приказчика звали флегонтом, он оставил старому елеску и муки и соли, и новую рубаху и поруху, и на обратном пути с печоры привез подарок, я тебе часы привез, дедушка, весело говорил он, подавая мешок с петухом, ах, кормилиц охранной, да как я тебя благодарить буду, ну, пошли тебе, бог, всего, чего сам пожелаешь, поди, невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет, есть такой грешок, дедушка, весело ответил флегон, встряхивая русами кудрями, есть чердыни два светлых глаза, посмотрели они на меня, ну, и заворожили, ну, оставайся с богом, соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как поедешь опять на печору, есть у меня один на примете, ушел обоз в обратный путь и остался старик с петушком, радости-то сколько, пестренький петушок, гребешок красенький, ходит по избушке, каждая перышко играет, а ночью как гаркнет, то-то радость и утешение, каждое утро стал теперь Елеско разговаривать со своим петушком и Музгарка их слушает, что, завидно тебе старому, дразнит Елеско собаку, только твоего ремесла что лаять, а вот ты по петушиному спой, заметил старик, как будто заскучал Музгарка, понурый такой ходит, не может со что-то собаки, должно полагать им щеки сглазили, Музгарушка, да что с тобой попритчилось, где болит, лежит Музгарка под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает, сполошился старик, накатилась беда неожиданная, а Музгарка все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает, Музгарушка, милый, вильнул хвостом Музгарка, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл, ох, плохо дело, ходит ветер постуденой, наметает сожженные сугробы снега, завывая в лесу точно голодный волк, избушка и лески совсем потонула в снегу, торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыма, вот пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избушки старик, и все сидит над больной собакой, а музгарка лежит и едва дышит, пришла музгаркина смерть, кормилец ты мой, плачет старик и целует верного друга, родной ты мой, ну где болит, ничего не отвечает музгарка, как раньше, он давно почуял свою смерть и молчит, плачет, убивается старик, а помочь нечем, от смерти лекарства нет, эх, горе какое лютое привалилось, с музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не осталось для него, кроме смерти, кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя, смерть без музгарки, ужасная голодная смерть, хлебного припаса едва хватит до крещения, а там помирать, воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу, куда он без собаки, а тут еще волки, учуя лебеду, пришли к избушке и завыли, целую ночь так-то выли, надрывая душу, некому теперь пугнуть и хаблаять, подманить на выстрел, вспомнился старику случай, как одолевал его медведь шатун, шатунами называют медведей, которые вовремя не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу, такой шатун, самый опасный зверь, вот и повадился медведь к избушке, учуял запасы у старика, как ночь, так и придет, два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег, потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох, запасенный старихом рыбы, донял таки шатун елеску, до самого нельзя, озлобился на него старик зазорство, зарядил винтовку пулей и вышел с музгаркой, медведь так и прянул на старика и, наверное, бы смял, но вот себя, прежде чем тот успел в него выстрелить, но спас музгарка, ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха, да мало ли было случаев, когда собака спасала старика, музгарка и сдох перед самым Рождеством, когда мороз трещал в лесу, дело было ночью, и Елеска лежал на своей лавочке и дремал, вдруг его точно кольнуло, вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке, музгарка лежал мертвый, Елеска похолодел, это была его смерть. Музгарка, музгарка, повторял несчастный старик, целуя мертвого друга, что я теперь делать буду без тебя? Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого музгарку, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в нее верного друга. Остался один петушок, который по-прежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про музгарку и сделает саму горько и тошно до смерти поговорить не с кем. Конечно, петушок птица занятная, а все-таки птица и ничего не понимает. Эх, музгарка, повторял Елеска по несколько раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук. Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу и пора было Елеске подумать о своей голове, а главное тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке. Эх, брошу все и уйду домой на колву, а то и в чердым проберусь, решил старик. Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного и Елеска захватил его с собой, посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал. Жаль стало насиженного теплого угла. Прощай, музгарка! Трудная дорога вела зимовье на колву. Сначала пришлось идти на лыжах постуденый, это было легко, но потом начались горы и старик скоро выбился из сил. Прежде как олень бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай, выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке и прилег отдохнуть, и петушка закрыл котомкой. С устали он скоро заснул, сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика «Волки!» мелькнуло у него в голове, но хочет подняться и не может. То, что кто-то его связал веревками, даже глаз не может открыть, еще раз крикнул петух и затих, его вместе с котомкой утащил из ямы волк, хочет подняться старик, делает страшные усилия и слышит вдруг знакомый лай, точно где-то под землей залаял мусгарка, да, это он, ближе, ближе, это он по следу нижним чутьем идет, вот уже совсем близко у самой ямы, открывает Елеска глаза и видит действительно мусгарка, а с мусгаркой тот самый вагул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил, «Ты здесь, дедушка?» спрашивает вагу, а сам смеется, «Я за тобой пришел». Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мертвого Елеску к утру от его ямки и следов не осталось. Субтитры